Всем привет! С вами Прея. Почти неделя уже прошла со старта битвы за Азерот. Успели полутать азеритовые шмотки? Конечно же, ведь они даются при получении ожерелья, с которым мы будем бегать абсолютно все дополнения. Итак, настало время рассмотреть все это детальнее, поговорить о различных тирах талантов у этих азеритовых вещах, об их трейтах, об их полезности и об их рейтинге. Ну что ж, начнем. Вводная информация. То, что синие предметы имеют при себе 3 тира талантов. Первый направленный на ДПС, второй направленный на сейф, ну и третий тир таланта, как и четвертый у эпохальных, эпических вещей, направлен на увеличение итем левела. Идем дальше. Как я уже сказал, у эпохальных вещей 4 трейта при себе, 4 тира талантов. Первый, второй, третий, четвертый. Первый направленный на ДПС, либо на усиление какой-либо вашей способности. Второй тир талантов направлен на увеличение вторичных, третичных стат, либо на увеличение какого-либо отхила, либо на увеличение каких-то небольших стат, небольшого количества характеристик. Третий тир талантов схож со вторым тиром талантов на синих вещах. Это сейвовый тир талантов. Ну а четвертый, это увеличение итем левела. Если же вы, конечно, выбрали неправильный какой-либо талант, то, само собой, можно подойти в лавку трансмагрификаторов, всех вот этих эфериалов, подойти к перековщику азеритовых доспехов, нажать кнопку перековать предмет. Первая перековка будет стоить всего лишь 5 голды, это крайне дешево. Просто перетаскиваем. Да, именно этот шлем я хочу перековать. Жмем кнопку перековать. Наши азеритовые таланты сбрасываются. И мы можем раскачать все абсолютно вновь. Я хочу взять пошатывающие атаки. И я хочу взять ветра войны. Увы, в первом тире талантов я совершил ошибку. Думал, ловкость весьма хороша будет для меня. Но все-таки намного лучше усиление именно классовой способности для танка. Но, опять же, не всегда. Итак, вводная информация дана. Теперь же перейдем к точечной касательно рейтинга абсолютно всех трейтов. Итак, мы перейдем к сайту BloodMellet. BloodMellet это сайт, на котором можно посмотреть множество различных рейтингов. Начиная от тринкетов, заканчивая именно теми азеритовыми трейтами, которые нас интересуют. Ну что ж, начнем же. И нажав кнопку Азерит, мы видим вещицы, которые весьма эффективны для нас. Ах да, абсолютно все вещи, которые мы получаем в текущий момент в игре, они уже предопределены. Вернемся на небольшое время к Варкрафту. Откроем атлас подземелий. К примеру, откроем вкладку подземелий, гробницу королей, вкладка добыча. Зажимаем shift и правую кнопку мыши с целью просмотра азеритовых талантов. Таким образом, мы можем посмотреть абсолютно все азеритовые таланты, которые имеются на нагруднике кожаном с гробницы королей, а именно с дозара первого короля. Я надеюсь, вы открыли туда доступ за эту неделю и обязательно получите этот чудесный нагрудник. Хотя, для танка Монахо он не очень. Возвращаемся обратно к сайту. Надеюсь, это последний переход и более Варкрафт нам не потребуется для объяснения азеритовых талантов. Ну что ж. Бисом для Монахо-дамагера является жилет мореплавателя. Оранжевая полоса означает 340-й эквип, зеленая — 355-й, белая — 370-й, голубенькая — 385-й, максимальный. Ну а если смотреть танка, то будет предложен максимальный ДПС, а максимальный ДПС выжимать на танках — это нецелесообразно, ведь нам надо жить. Но если вам интересно, можете посмотреть, к примеру, на Хмелевара. Окей. Это конкретно речь о нагрудниках. Кликнув Shoulders, мы просматриваем абсолютно все наплечья. Кликнув Head, мы просматриваем абсолютно все шлемы, которые только возможно в этой игре пролутать. То есть это как и с локалок, так и с ПВП, и абсолютно со всего. С ПВП, по-моему, падают азеритовые вещи. Ну, надеюсь на это, что я не соврал в текущий момент. Окей. Итем-левел также присутствует здесь касательно трейтов. То есть уже идем конкретно по ним. Кинжал в спину для монаха-дамагера на 340-й какой-либо азеритовые вещи даст 416 единиц урона. На 355-й вещице — 623 дамага. На 370-м эквипе кинжал в спину даст 865 дамага. На 385-м — 1144. То есть абсолютно все эти полосочки расписаны, и абсолютно все вы можете увидеть, просмотрев и нажав ту комбинацию класса кнопочек, какая вас только интересует. Ну, а нажав трейд стакинг, мы можем увидеть, что какие трейды очень хорошо складываются между собой, а какие не очень. К примеру, собрав 3 кинжала в спину, можно получить 1900 урона. Но это весьма неплохо на самом деле. 3 раскатистого грома — 1812. Вот как-то так. Это первый сайт, который хочется рассмотреть. Идем далее. Сайт Hero Damage также предоставляет нам весьма интересную табличку касательно всего рейтинга. Интересно, он совпадает? Ну, Blood Mellet и Hero Damage, совпадает ли их цифра между собой. Так, что нам нужно нажать? Мы заходим на сайт Hero Damage. Далее мы выбираем Монаха. Далее мы выбираем Виндволкера. И нам нужно выбрать пререйт, потому что сейчас еще рейт не вышел. Вот тут сложный выбор. Что нужно кликнуть-то? Ох, без знания английского-то как тяжело. По-моему, Азерит Пауэрс. Да, именно оно. Итак. Сложно-сложно слишком на самом деле рассмотреть это. Тут нужно понимать все абсолютно. Синим у нас обозначены таланты первого круга, первого тира. А зелененьким, зелененькой надписью обозначены те, которые находятся на втором тире талантов в эпических вещах. В синих этот тир талантов в принципе не присутствует. Вот мы видим, что аналогично кинжал в спину является топовым. И то, что вкачав его на три раза с трех разных Азеритовых вещей, мы получаем 1060 урона. Суть в том, что, да, похоже цифра разная. Все-таки здесь 1874, хотя это при максимальном этом левеле. А здесь взят, наверное, итем-левел Азеритовые вещи поменьше. И поэтому цифра отличается. Притом весьма неплохо. Тут 1059. Но самое главное это то, что здесь этот талант стоит на первом месте. Этот тир талантов. Именно этот трейд. И здесь именно этот трейд стоит на самом первом месте. Переходим к следующему сайту. Следующий сайт это Ice Events. На него добавлен был специальный модуль, который поможет нам рассмотреть Азеритовые вещи. А именно, перейдя в какую-либо вкладку класса, ну опять же перейдем к монахам-дамагерам. Винволкер. Мы нажимаем кнопочку Азеритрейдс энд армор. Нам расписано то, что является топом. Если смотреть сверху вниз, то, что неистовые кулаки на первом месте. Ну, железные кулаки, трейд называется, которые усиливают неистовые кулаки. Далее на нокаутирующую атаку, далее на удар восходящего солнца, потом на лапу тигра. Далее, как он по-русски-то называется, Смертельное касание. Ну и потом опять что-то на неистовые кулаки, скорее всего, не особо эффективное. Далее второй тир талантов расписан, который берется с эпических вещей. Либо это просто... Скорее всего, это общие таланты расписаны, которые встречаются в первом тире талантов. Далее, ульдировские трейды различные расписаны. Сейчас мы еще поговорим о них. Далее расписаны трейды второго тира на эпических вещах. Ну и таланты третьего тира на эпических вещах, направленные на сейв. Тут уже конкретно топ расписан. И тут получается расписан топ из каких-то тиров талантов, из вторых. Также мы можем собрать вещи, которые нам, к примеру, весьма хороши. То есть, если мы хотим, мы найдем вещь с топовым для монаха-дамагера талантом, а именно Иронфист. Вот они шлемы, вот они плечи, и вот они чисты абсолютно все, на которых в первом тире талантов присутствуют железные кулаки. Нажав плюсик, мы увидим различные другие трейды, которые только есть в этих вещах. А фильтр 2, что нам позволит сделать фильтр 2? Позволит он нам выбрать тот талант, который мы хотим увидеть во втором тире талантов, а фильтр 3 позволит нам увидеть талант, который мы увидим в третьем тире. Сайт на английском, поэтому тут все сложно, все запутано. Я думаю, вы разберетесь, вы ребята умные. Не то что я, я уже старый для этого. Что самое интересное, есть у нас крафтовые боежки, которые при себе тоже имеют азеритовые таланты. Одна из них это крафченная голова инженерами. Весьма интересная по своей структуре. Сейчас мы это все глянем. Инженерная голова в своей структуре в первом тире талантов не имеет никакого усиления, если рассматривать конкретно какой-либо класс. Но это логично в принципе, потому что ее может надеть любой латник, который обладает инженерным делом в навыке 1. Ну, чтобы ее с крафтом, конечно, больше надо. Но все же, не только хотя латник, там и для тканника есть, и для кожника, и для кольчужника. То есть первый тир талантов, он просто направлен на какой-либо дамаг. Все равно не на усиление вашей способности, а именно на конкретный дамаг. Второй тир талантов уже поинтереснее, это увеличение тоже дамага, либо какой-либо сейв. А третий тир талантов такой же сейв, ну а четвертый увеличение итем-левела. Весьма все интересно, весьма классно, на самом деле тут такие какие-то интересные способности. Так вот, подводя итог всего этого, поговорим еще об вещах с кульдира. Вещи с кульдира весьма интересны, по-моему, это именно оно. Сила азерита позволяет использовать в ульдире эффект матрица пересозидания. Как я правильно понимаю, скорее всего, это просто будет относительно постепенный нерв данного рейда. В тот момент, когда многие люди получат азеритовые вещи с ульдира, у них будут работать специальные трейты, которые есть в первом тире талантов, и тем самым будут усиливать своего персонажа. Свой дамаг, отхил, танкование и все такое прочее. При этом, вы прекрасно, я думаю, понимаете суть MMORPG, что чем больше ты дамажишь, и чем больше ты можешь поглотить урона, чем больше ты можешь сделать отхила, тем проще убивать каких-либо боссов. Это весьма приятно и весьма классно. Так что, как-то так это все дело на самом деле получается. Азеритовые куски не могут быть закаленными и не могут быть Станфордж. То есть, по эквипу они всегда стабильны. Если с нормал рейда вы получаете 355, то хоть вы год подряд будете в него ходить, вы будете получать 355. Не больше, ну и не меньше, соответственно. Получать меньше это было бы, конечно, весьма интересно. Так что, вот такие вот азеритовые вещицы ждут нас по пути всего дополнения в Battle for Azeroth. Надеюсь, вам повезет с трейтами, повезет в дропе именно тех вещей, которых вы выберете для себя. Воспользуйтесь сайтом iSevence для того, чтобы по фильтрам найти себе самую лучшую вещь. Ну и желаю в этом вам удачи. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Абсолютно все ссылочки на эти сайты будут в описании под видео. Чекайте ВК-группу. Переходите на Twitch-трансляции. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова